В преддверии Нового года и Рождества Христового в Юрокадемии провели детский утренник для самых маленьких одесситов. Дети со всех районов города, подопечные интернатов, дети-сироты и лишенные родительской опеки, внуки ветеранов и дети из семей погибших правоохранителей по приглашению народного депутата Украины Сергея Кивалова посетили этот праздник. В украшенном зале детей ожидало невероятное праздничное шоу. Дед Мороз и Снегурочка водили с ними хороводы, пели песни и проводили интересные конкурсы. Магию и волшебство почувствовали и корреспонденты-репортеры. Звонкий смех, радость и улыбки. Более 600 детей со всех районов Одессы собрались на праздничный утренник в преддверии Нового года и Рождества. Перед началом концертной программы всех деток встречали большие панды, Микки Маусы и Миньоны. Ребята с удовольствием фотографировались с их любимыми героями мультфильмов. Мне очень нравится панда, очень хорошее настроение, нравится игрушки. Мне так нравится селина панда и очень красивая елка. Самыми долгожданными на празднике были, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми и их родителями они зажгли огни новогодней елки. Окунуться в новогоднюю сказку по приглашению народного депутата Украины Сергея Кивалова уже не первый год подряд приходят воспитанники детских домов, дети из малоимущих и многодетных семей. В частности, детишки которых опекает благотворительный фонд «Дорога к дому». Благотворительный фонд уже существует больше 20 лет и он помогает и детям, и взрослым. И в нем много детских центров, в которых приходят дети и живут дети с разных кризисных семей, многодетных семей, которые на настоящее время оказались в таком положении, когда им требуется помощь и поддержка. Поддержка юридической академии всегда, мы всегда рады, да, и это не единственный праздник, куда приглашают наших детей. Традиционно праздник, который проходит при поддержке депутатского корпуса Украинской морской партии Сергея Кивалова, посетили внуки ветеранов-подводников и ветеранов черноморского марского пароходства. Сегодня много детей, ветеранов, внуки, правнуки пришли отпраздновать вот этот праздник. Сергей Васильевич Кивалов как народный депутат очень много времени уделяет детям, уделяет внимание инвалидов, уделяет внимание ветеранов. И поэтому сегодня мы видим, что большинство детей здесь – это дети инвалидов, ветеранов и пожилых людей города Одессы. Нас пригласили на этот замечательный праздник, на Новый год, на елку. Мы очень рады, что у нас есть такой человек в городе, который организовывает такие праздники. Мы очень благодарны за такое мероприятие. Здесь находятся наши ветераны со своими внуками. И это очень здорово, потому что очень хотелось бы в такое непростое время, чтобы было больше радостного, больше чудес на свете. У меня дедушка на флоте работал. И он сюда пришел, взял и сертификаты, и я здесь. Праздничная программа сопровождалась яркими конкурсами, танцами и загадками. Фокусы с жидким азотом вызвали особую восторг у ребят. Один! Пока! Молодец! Молодец! Ну что, ребята, понравилось вам? Да! Как хорошо! Сами дети также подготовились к празднику. Они перевоплотились в сказочных персонажей. В зале можно было встретить лисичек, принцесс, принцев и супергероев. Ёлка! Бусы, Миш, ура! Дед Мороз пришел, ура! Расскажу ему стишок, даст мне конфет-мешок. Его не можно не чекать, оно приходит на пурик. Все святые, счастливые святые, что майонез в Новый Рик. Допустим, ты же встыгать. Нас не надо шукать, хоть в руку не заглядай. Мне нравится этот праздник. А что больше всего нравится? Дедушка Мороз. На протяжении многих лет на подобные праздники приходят семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и семьи переселенцев с Донбасса. Они находятся под особой опекой народного депутата. Прогласили 100 наших деток, которые ждали этого праздника. Прогласили сюда. Детки всегда ждут утренника, где-то Мороза, ёлок и новогоднего праздника. Здесь собрались женщины, зоны погибших милиционеров. Большое спасибо Сергею Васильевичу Кивалу за такой большой праздник. Поздравили с наступающим Новым Годом всех присутствующих и самые маленькие воспитанники Центра культуры Одесской Юрокадемии. Среди них победители и призеры вокальных конкурсов «Песня у моря» и «Пою о тебе я, Одесса моя». В завершении концертной программы детей ожидали сладкие подарки от Деда Мороза. Праздник очень понравился и подарки очень хорошие. Проводить подобные утренники в стенах Одесской юридической академии уже стало доброй традицией. Более 10 лет по инициативе президента ВУЗа действует программа социальной адаптации для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья. Более того, студенты университета ежегодно инициируют различные благотворительные акции, чтобы оказывать помощь таким детям. Только за прошедшую неделю активисты первичной профсоюзной организации и студсовета поздравили с новогодними праздниками воспитанников дома-интерната на Макаренко-20, специализированные школы-интерната номер 7 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, последствиями церебрального паралича и полиомиелита, подопечных детского дома «Жемчужинка» и других учреждений. Череда праздников продолжается. Студенты планируют посетить еще несколько детдомов, Аюрокадемия в скором времени вновь распахнет свои гостиные двери для маленьких одесситов, чтобы они также поверили в новогоднюю сказку.